Здравствуйте, с вами Дмитрий Споров. Сегодня в программе «История одной фотографии» мы поговорим о двух московских архитекторах, архитекторах первого ранга Дмитрии Чичагове и Константине Быковском. И посмотрим на фотографии этих архитекторов, на их лица. Удивительно, но эти фотографии я нашел в своем личном семейном архиве. И наша сегодняшняя программа – это еще и разговор о том, что каждый семейный архив хранит необычные вещи, хранит загадки и тайны, к которым мы призываем возвернуться. И Дмитрий Николаевич Чичагов, и Константин Михайлович Жбуковский в Москве были архитекторами очень заметными и видными. Они преподавали и в училище живописи и изучества, и возглавляли московское архитектурное общество, и построили в Москве чрезвычайно знаковые здания. Поскольку сегодня мы имеем под руками фотографии, то любопытно взглянуть и обратить внимание на то, как и где эти фотографии делались. Фотография Быковского сделана на Кузнецком мосту в одной из самых известных фотографических мастерских Карла Фишера, но сделана уже его преемником. Некто Дьяговченко – преемник Фишера. Он особенно подчеркивает, что он преемник славной традиции, поскольку Фишер, как значится на оборотной стороне, является фотографом императорских университетов и театров, то есть той конторой, которая обеспечивает фотосъемки во всех московских театрах, которые тогда считались императорскими, и университет. Поскольку Фишер считался фотографом придворным, а именно фотографом императорских университетов и театров, то для его преемника очень важно было подтвердить и подчеркнуть эту традицию. На оборотной стороне также указаны самые разные медали и призы всемирных и российских выставок, которые были получены в 892, 94, 89 и так далее. Одним словом, Константин Михайлович сфотографировался в очень хорошей фотографической мастерской, да и по качеству фотографии мы видим, что она выдержит не одно столетие. Дмитрий Николаевич Чичагов сфотографировался тоже в Москве в фотографической мастерской Овчаренко. Овчаренко был не таким известным фотографом, но тем не менее имел мастерскую против дома генерал-губернатора, так и написано. Тверская, дом Алсуфьева, близ дома генерал-губернатора, рядом с магазином Андреева. Это тоже одна из центральных фотографических мастерских. Развитие фотографии и потребность городских жителей фотографии была очень велика, поэтому фактически на каждой центральной московской улице было одно, а то и два фотоательей. И москвичи приходили, фотографировались очень часто. И в моде были самые разные фотографии. По стилю фотографии мы можем определить дату ее создания. Появлялись определенные постановочные снимки, то, что мы сейчас бы назвали фотообойми, а тогда определенный антураж, в который садился человек и фотографировался. Самой известной постройкой Дмитрия Николаевича Чичагова является, ни много ни мало, здание Московской городской думы. Вспомним историю. Сейчас Московская городская дума заседает на Петровке, в доме, который в 20-е годы строился, как некоторый жилой кооператив. Дом Жиркостин назывался. А Московская городская дума, которая заседала до эволюции, сначала обитала на улице Воздвиженки, занимала дворец князя Разумовского, ну а со временем решила построить себе свой собственный дом. В то время проект любого здания, а особенно здание, которое строил муниципалитет, здание, которое строил город, выносилось на конкурс. И вот Чичагов выиграл конкурс дважды. Как эта история произошла? На Воскресенской площади, то есть та площадь, которая сейчас называется площадью революции, было здание присутственных мест. Что такое присутственные места? Это некоторое такое губернское представительство, Московский офис, офис мэрии, если хотите. И решили снести здание присутственных мест, но оставить фундамент, опять же, по старой московской традиции, поскольку дома строились хорошо, и лишний раз копать, лишний раз все переделывать не было необходимости. Тогда ведь никто не строил подземные парковки. И вот решили снести здание присутственных мест и на его месте, и на его фундаменте выстроить новое здание Государственной Туны. Чичагов, выиграв проект, приступил к сносу и выяснил, обнаружил, что фундамент находится в крайне плачевном состоянии, и, больше того, местность заболочена. То есть, вода стоит слишком высоко для проведения строительных работ. Был объявлен новый конкурс, и по новому конкурсу снова выиграл Дмитрий Николаевич Чичагов. Здание Московской городской думы было выстроено в характерном для конца XIX века стиле псевдо-русском, или русском стиле, как тогда он назывался, с использованием декоративных украшений, которые были в русской архитектуре до XVII века. В здании проводились, естественно, заседания Московской городской думы, и в здании же располагалось Московское губернское управление. То есть, это был центр городской жизни, центр управления городом. В советское время в бывшем здании городской думы с 1924 года обосновался Музей Ленина – крупнейшее музейное учреждение Москвы, собиравшее все материалы, связанные с жизнью и творчеством Владимира Ильича. В 1993 году, ушедшего XX века, Музей Ленина прекратил свое существование, и до сих пор здание находится на реконструкции. Впрочем, несколько раз оно открывалось до проведения выставок и биеннале. Будем надеяться, что здание Московской городской думы будет открыто и заживет своей новой жизнью. Итак, как же так получилось, что в одном семейном архиве оказались фотографии двух московских архитекторов, очень известных и очень важных. В популярной литературе известно о том, что Чичагов был женат на сестре Константину Михайловича Буковского. Но семейный архив сможет нам сказать больше. А именно, в первом браке Буковский и Чичагов были женаты на двух сестрах Вильямовича, Алине и Марии. И эта интересная информация мне попалась, когда я разглядывал генеалогическую схемку рода Дюмулен, составленную Юлианом Сергеевичем Селю. Это значит, что семьи их общались постоянно и были в родственном контакте долгие годы. И потомки Буковского и Чичагова общаются до сих пор. Вспомним о том архитектурном влиянии, которое сумели оказать Чичагов и Буковский на московскую застройку. Константин Михайлович Буковский, который происходил из очень знатной семьи, и его отец, кстати говоря, тоже был архитектором. Михаил Дремедонтович Буковский построил множество самых разных зданий, но не о нем сегодня разговор. А идея Буковского, одна из, пожалуй, самых главных идей в его жизни, состояла в проектировании целого района Москвы. Того района, который сегодня традиционно связывается с университетскими клиниками на Погодинской улице. Это был один из проектов Буковского по преобразованию Москвы. Он считал, что в городе должны быть определенные центры, в том числе и Центр медицинской и научной жизни. Характерный пример для конца XIX века, 80-е годы. Московское купечество очень активно участвует в городской жизни, и Морозовы, Солодовниковы, Лепушинские и многие другие выделяют совершенно феноменальные, фантастические суммы на строительство больниц, клиник, которые заполняли Большую Царицинскую, теперь Большую Погодинскую улицу. Что же еще было интересно в личности Константина Михайловича Быковского? Он являлся активным участником не только архитектурной жизни и Московского архитектурного общества, но и комиссию по сохранению древностей. Он был ее почетным председателем и активным деятелем. И произошла история, которая тоже достойна упоминания. Быковского пригласили к осуществлению реставрации Успенского собора в Московском Кремле. И Быковский поставил только одно условие. Условие стояло в том, что реставрация проводится под непосредственным контролем и по тем схемам, которые дадут общество сохранения древностей. По существу он ратовал и занимался той реставрацией, о которой мы все так печемся и так хотим, чтобы такая реставрация происходила. И Быковскому удалось отреставрировать Успенский собор чрезвычайно тщательно и подробно. После смерти Константы Михайловича Быковского была издана вот такая вот брошюра. Издал ее Аркадий Мамонтов. В 2007 году она была выпущена. И указано, что Быковский скончался 3 октября 2006 года. В этой брошюре собрано не только жизнеописание Константы Михайловича, но и воспоминание о нем тех архитекторов и общественных деятелей, которые с ним работали. СИЧАГ и Фудуковский Поскольку были в свойстве, в родстве, отдыхали вместе. И даже вот в этой изданной книжице к дню смерти Быковского сказано о том, что они снимали дачу, иногда одну, иногда две, в Сокольниках. Тогда это был пригород Москвы, одно из дачных мест. Итак, таких мест, близких к Москве, близких окраин, в которых горожане проводили свой летний досуг, было много. Поскольку в Сокольниках и Чичагов, и Быковский жили, то церковь, построенная в Сокольниках, принадлежит архитектурному перу Константина Михайловича Быковского. Именно он построил в Сокольниках известную церковь Воскресения Христова. В семейных архивах очень часто хранятся самые разные фотографии. Даже если эти фотографии пережили войны, революции, потопы и пожары, то редко когда фотографии подписаны. И в данном случае фотографии Чичагова и Быковского тоже не были подписаны. И только благодаря тому, что и Быковский, и Чичагов известны в литературе, и их фотографии не раз спубликовались в самых разных изданиях, я смог выяснить, кто они такие. И для меня стало ясно и очевидно, что эти два архитектора общались между собой, что они связаны определенными семейными линиями и узами. История одной фотографии – это история поиска, история проникновения в прошлое. И мы стараемся с помощью одной фотографии понять максимум, понять человека и понять то, что за ним стояло. Сегодня программа «История одной фотографии» посвящена двум архитекторам – Константину Быковскому и Дмитрию Чичагову и тому архитектурному наследию, которое эти два архитектора оставили в Москве. Эта программа построена на двух архивных фотографиях, которые я обнаружил в своем собственном семейном архиве. Наша сегодняшняя программа – это еще и призыв вернуться и обратиться к своему семейному архиву. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. С вами был Дмитрий Споров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok